Ах ты везучий гад! Ничего себе, а почему это тебе так везет? А может быть ты с Суперсел там, а? Договорился. Друзья, всем привет! Сегодня поиграем с самым тяжелым винкондишеном в игре и лучшими колодами с ним, а именно речь идет о големе. За последнюю неделю я наблюдал за топом мира, пытался найти лучшие колоды с этой атакующей картой. Сейчас для голема не лучшие времена, потому что очень популярны эволюционные мегарыцари, эволюционные пеки, и как вы понимаете, против этих карт сейчас играть големом просто боль, особенно против эволюционного мегарыцаря. Также быстрые колоды с защитными зданиями никуда не делись. Сегодня мы будем мучиться, друзья, мучиться, но пятью лучшими колодами с големом, которые я смог найти за последнюю неделю, наблюдая за топом мира. Игроки с этим винкондишеном залетали в топ 200 и вылетали оттуда. На данный момент лишь один игрок находится в топ 200 мира с големом, и мне кажется, это красноречиво говорит о том, насколько сейчас сложно играть этой атакующей картой. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять свои комментарии. Ну а мы начинаем знакомство с вот такой колоды, с эволюцией подрывника и электродракон. Эволюция электродракона будет часто встречаться в сегодняшнем видео. Ну и помимо него здесь еще одна противовоздушная карта, это ледяной колдун. Отличное сочетание, естественно, под это идет еще и торнадо. И также в этой колоде присутствуют стрелы, и этому я несказанно рад, потому что очень часто попадаются огненные лучницы, а огненные лучницы раздражают люто, поэтому стрелы не будут лишними. Колода эта играется с башней канонира, ну а играть мы будем на пути славы. Я его еще не прошел, поэтому потихонечку надо его добивать. Будем играть против грибочков, получается? А может быть и нет. Ну вообще обычно здесь очень креативные ребята. Начинает противостояние, это мой оппонент с мага. Ой, хорошо, как он цепочечку выставил прям под электродракона. Давайте здесь притронадируем все это. И отлично, мы это законтрили, но у меня повозка с пушкой далеко в цикле, поэтому я не могу ее до нее докрутиться и выставить перед всем выжившим. Поэтому просто смотрим, как умирают наши защитные карты. Будем ли идти сейчас в атаку? Я думаю, что нет. Ну какой смысл? Мне не хватит эликсира. Ну хотя можно было поставить голема и наверное нужно было. Ну давайте вот сейчас это сделаем после его фейербола. У меня еще больше преимущества стало. Еще одну единицу эликсира он мне подарил. Но у него вот вышки 15, карты неплохо прокачаны. Вот она 15, 15 же маг. Так, надеюсь он сейчас... Ну он его кстати не очень хорошо выставил, потому что мы сейчас сможем пушкой его пробивать. Но вот здесь уже хорошо он сыграл. Может быть надо было мне сначала подешевле карту выставить, чтобы... Ооо, вот это он ошибается. Вот это он уже ошибается и электродракон сейчас устроит... Устроит ему болезненные ощущения. Да, все. Торнадо готовим. Нет, не готовим. Мы просто сюда накидываем еще давайте стражей. И ему что-то надо сейчас сделать. Либо он потеряет свою вышку. Так. Я думаю, что ничего не отдаем. Сейчас электродракон развернется и даст сюда залп. Да. И дальше мы просто наблюдаем. Наблюдаем на... Судя по всему, мой соперник играет вообще без атакующих карт. Есть такое ощущение. Какая-то у него сборная солянки. Ну, как я и говорил, здесь креативные ребята. Давайте ставить голема. Двойной эликсир близится. Если что, мы задефаемся. Я в этом не сомневаюсь. Ну и не... А, все-таки есть атакующая карта. Давайте сначала пушка, потом торнадо. И теперь нам надо будет его как-то пробивать. Для этого я для начала постав... Оп, здесь стрелы. Здесь уже надо закидывать стрелы. Против мини-пеки подрывничка поставим. Ой-ой-ой, хорош, хорош. Стрелы плохие. И давайте пушку еще из середины. Ай-яй-яй, ну это уже... Это уже баловство. Хотя сейчас, если будут скелетики или... Слушайте, а, ну он сдался. Получается сдался. Нет, еще не сдался. Получается еще поборемся. Финальная торнадо против Хога. И это победа. Вот такая колода. Но повезло, что не было мегарыцарей и больших пек. Был только мини-пека, поэтому достаточно простая победа. Следующая колода вот так выглядит. Здесь также присутствует эволюция электродракона. Вторая эволюционная карта это клетка с гоблином. У меня нет эволюции, поэтому буду играть обычный король скелетов. И вторая противовоздушная карта это костяные драконы. Не ледяной колдун, как в предыдущей колоде, а именно костяные. Также то же самое сочетание с заклинаний, что меня несказанно радует. Как минимум не будем опять страдать от огненных лучниц. Ну и погнали. В конце этого видео, друзья, откроем кучу, огромную кучу клаки-боксов. Ну, призов-сюрпризов. И посмотрим, что там нам выпадет. Надеюсь на что-нибудь хорошее. Потому что накопилось их огромное количество спас-роялей. Поэтому я думаю, что в конце мы испытаем удачу. И надеюсь, что это будет действительно удача, а не какая-нибудь херня. Типа рандомных кар. Так, активация ГЗшки. Валькирия сейчас законтрит, к сожалению, повозку с пушкой. Да. И вот она огненная лучница, которую сразу убиваем. Нафиг терпеть не могу, ненавижу тебя, зараза. Вот так вот. Ага. Ну что, клетка у нас остается на хога. А пока... Пока будем дефаться королем скелетов. Может быть костяных. Слушайте, может быть и не получится мне клетку на хога сохранить. Потому что король-то у меня 12 уровня. Ну хотя с электродраконом должен задефать. Да. Все, ничего больше не делаем. 12-я адская башня у моего соперника появилась на поле боя. А это значит, что мы можем поставить голема по другой стороне. И как раз к моменту, когда голем доползет, адская башня должна будет умереть. Так, будет ли он сейчас выставлять... Да, хог будет. Ну что ж, давайте тогда повозкой с пушкой дефаться от всего этого. И потом пойдет она в атаку и поможет нам снести нашего оппонента. Если только он не успеет... Опа! Вот это хорошо! Отлично! Еще и скелетиков убили. По скидочке получается. Ну что? Электродракона? Да, давайте электродракона. Или костяных? Нет, давайте костяных, потому что они дешевле и быстрее можно будет выставить. Электродракон... Он все равно сейчас, если что-то выставит, то это будет, ну, скорее всего, мега-рыцарь. Электродракон против одного мега-рыцаря будет не так хорош, как те же самые костяные. Ну, а судя по всему... Да, вот мега-рыцарь пошел на поле боя. Может, давайте все-таки будем пробовать его добивать прямо здесь и сейчас? Да, и, по-моему, получается добивать его прямо здесь и сейчас. Отлично! Слушайте, даже очень странно, потому что до этого, когда я играл големом, меня здесь прямо ректили. Прямо уничтожали, обыгрывали. Часто были мега-рыцари эволюционные. А сейчас что-то первые две игры, даже три, одна не попала в видео, потому что у соперника была вообще капец какая слабая прокачка. Ну, видимо, прошел тот Рубикон, когда меня унижали. Теперь я унижаю. Итак, третья колода сегодняшнего видео. Это вот такая сборка, опять же, с эволюцией Электродракона. И, друзья, буквально позавчера человечка сидел в топ-200 мира именно с ней. Что интересно, здесь не занят второй слот эволюции. При этом я бы, наверное, посоветовал сделать вот так, вот так. И давайте, наверное, так и сделаем. И возьмем сюда вот этого молодого человечка. Точнее, как молодого. С учетом того, что это скелет. Короче, с подрывничком вот такую сделаем. Рокировочку. Те же самые две единицы эликсира. Против гоблинских бочек будет похуже, конечно. Но, тем не менее, в атаке и в целом будет поуниверсальнее, мне кажется. Так что погнали. Очень много здесь воздушных карт. Это и мега-миньон, и дракончик, и электродракончик. Поэтому, если попадется адская гончая, то мы в полной безопасности. Но навряд ли она попадется. Вот видите, попадается Хог, быстрый, что неприятно. Против таких колод сложно играть. Тем не менее, я думаю, сейчас после его атаки с Хогом можно поставить сразу Голема. Я не думаю, что у него есть еще одна атакующая карта. Неприятный сюрприз, конечно. Ну что? Что мы будем ставить в данной ситуации? Конечно же, электродракона, чтобы пробивать не только по пеке, но и по магу. Если бы у нас сейчас был эволюционный электродракон, было бы вообще прям хорошо. Но этот торнадо не добьет электродракона, что самое важное для нас в этой ситуации. Стрелы тоже его здесь не добьют. Слушайте, а мы можем еще дровосека сейчас накинуть в целом и пойти его попробовать. Нет, здесь надо торнадироваться. Правда, теперь чем от Хога защищаться, вот в чем проблема. Но зато мы сейчас урон нанесем. Это тоже важно. Да, и вот он Хог. Ну, дровосекам придется как-то. Понятно, что больно будет. Понятно, что... Одну тычку, кстати. Хорошо. Одну тычку сделал Хог. И у него нет... А, нет, у него все есть. Ну что ж, время подрывника, которого мы поставили перед каткой в колоду вместо варварской бочки. И здесь он хорошо разменяется. Торнадо в никуда. Единственное, он убил подрывника, но оно того не стоило, мне кажется. Что ж, надеемся, что он снова будет ставить так же плохо Пеку и рядом мага. Потому что теперь у нас электродракончик-то эволюционный. Нихухра-мухра. Почему-то он ничего не... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, коварный ты тип. Ай, ладно. Будем торнадировать сюда под... Под башню. Ой, хорошо. Вот оно. Вот оно. Все. Это победа, друзья. Это точно победа. Он уже здесь ничего не сможет сделать. Электродракон сейчас развалит этих варваров. Отлично. Но в целом, в целом, я думаю, вы со мной согласитесь, что это была контра. У него Пека. У него адская башня. У него варвары. И как мне, типа, было преодолевать его защиту? Если бы он жестко не накосячил, то я бы никогда не дошел до его вышек. Но он жестко накосячил. Плюс эволюционный электродракон свое дело знает. Поэтому победа. Ну и мы переходим к знакомству со следующей колодой. На этот раз это колода с варварами. Тоже она была в топе мира. Достаточно высоко. Ну, как сказать, достаточно высоко. Топ 100. Практически ни одна колода с големом за последнюю неделю не пересекала. Вообще, в топ 10 мы их не видели очень давно. И здесь с этим есть вопросики. Может быть, как-то стоит в сторону усиления голема посмотреть? Сказал бы я, если бы любил играть с големом. Не, я в целом люблю, но нет. Я не думаю, что его надо усилять. Я думаю, что надо немножечко поработать над отталкиванием мегарыцаря, например. То есть, сейчас, например, электрогиганта мегарыцарь уже эволюционно не откидывает. Надо что-то такое, наверное, сделать с големом, чтобы не так далеко хотя бы откидывал. Тогда, может быть, голем снова заиграет. Ну что ж, давайте поподробнее поговорим об этой колоде. Здесь у нас две эволюции. Электродракона, опять же, и варваров. Также присутствует целительница. И это сборка со сборщиком. И мне это нравится. Я люблю играть со сборщиком. Потому что для меня, в моем понимании, это дополнительный вин-кондишн, который играется в колодах с големом до двойного эликсира. Собственно, давайте поиграем и посмотрим, что из этого получится. Торнадо, варварская бочка в стартовой руке. Хорошее начинание. Сразу, сразу показывает пеку. Ну, давайте сразу ответим на это электродраконом. Если у нас торнадо, опять же, варварская бочка. То есть, если сейчас он подставит карты поддержки, а он их, скорее всего, поставит, то мы сможем это законтрить. Или не сможем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все. Это плохо. Это плохо. И мне надо как-то это контрить. Для этого я вот так сделаю. Сколько он сплэшана выставлял. Ну, хотя бы, хотя бы пеку остановили. Ну да, это все. Это, это жесть. Вот такая анскильная, друзья, атака, которую я не смог остановить. Потому что кривовато я задефался. Надо было сначала выставлять электродракона, потом давать торнадо, и потом только скидывать варварскую бочку, добивать мага. А в итоге мага я не добил, и у меня были из-за этого проблемы. Отлично. Хогу он ставит криво, поэтому шансы есть. Будем считать это просто, как это называется, форой. Я дал ему фору. Пека, хорошо. Но здесь я голема, конечно, ставить не буду. Я поставлю электродракона, и буду надеяться, что он очень много карт повыставляет сейчас. Против моего электродракона. Торнадо на готове. Вот так вот надо было дефаться в прошлый раз. Ну, задефали, ладно, и на том спасибо. Здесь варварами должны мы пеку законтрить. Фавербол отдал. Костяные. Костяные, наверное, были зря. Жаль, что у меня сейчас нет эволюционного электродракона. Но придется атаковать с тем, что имеется, друзья. Не закинет ли он сейчас элитку по правой стороне? Не, вроде не закидывает. Ладно, тогда игнорируем вальку. Сюда накинем много картишек. Естественно, снова торнадируем его сюда так и вот так вот. Мув. Интересный мув, но, по-моему, он мне не помогает. Давайте сюда еще целительницу. И торнадо, торнадо на готове. Ой-ой-ой, вот это ты ошибся, вот это ты ошибся, братик. Вот это ошибка. Так, здесь торнадо готовим, наверное. Нет, давайте голема на другую сторону. Там-то мы законтрили. Нет, торнадо надо. Ай-яй-яй, дай-дай-дай-дай-дай. Не дает торнадо еще одно. Ах, зараза. Так, ну давайте Хога убивать варварами. Отличный фаербол, братик. Теперь Костяные в безопасности. Электродракон сюда тоже идет, естественно. И надо копить на целительницу какими-то этими. Или не будем. Нет, давайте выставим. Выставим целительницу. Торнадо пока давать не буду, пока он никого из магов не выставил. Вот сюда лучше дадим торнадо тогда. И варварскую бочку, и варваров сюда. Варвары законтрят. Ай, жаль, там электродракон не стрельнул. Ну что, голем из середины это будет слишком? Или норм? Ну вот сейчас, пока этот козел стоит, будет слишком. Давайте, ладно, вот так. А вот теперь голем из середины. И все. И это должна быть победа. У него же нет торнадо. Да, все, это победа. Ну какая упорная игра, да? Неплохо, неплохо. Снова у соперника была достаточно подходящая колода. И здесь у него и элитка, и пека. Единственное, не было ответа на мои воздушные карты. Поэтому за счет этого и удалось, собственно, выиграть. Ну и финальная колода этого видео, друзья. Все тот же самый эволюционный электродракон. Но здесь еще присутствует гоблинштейн. Новая картишка, которая хорошо вливается в эту колоду. Особенно с торнадо. И также тяжелое заклинание молнии. В итоге колода получается дорогая. Почти 5 единиц эликсира. Это ее главный минус. Соответственно, придется много терпеть. Терпеть до двойного эликсира как минимум. Для того, чтобы проатаковать хоть раз. Вообще, как я уже сказал, сейчас играть големом это особое... Особым мазохизмом. Нужно обладать, так сказать. Потому что мета ужасная. Ужасная для игроков големом. Ну а здесь, где грибное королевство, так и подавно. Здесь подбирает такое, что не подберет никогда даже на пути легенд. Так, прожмем здесь обилку, чтобы разменяться хотя бы с золотым рыцарем. Ну а дальше будут проблемы. Хорошая. Хорошая для меня фейербол. Ну, я не буду здесь ничего выставлять больше. Я и так уже достаточно эликсира потратил. Да, отлично. И не надо было ничего выставлять. Давайте электродракона поставим. У нас сейчас преимущество небольшое по элику. И можем, наверное, даже сюда добавить гоблинштейна. Так и сделаем. Ой, хорошо бы молния зашла, конечно. А, и так неплохо. Итак, гоблинштейн здесь не гоблинштейн, а электродракон пробивает по магу. Отлично. Все убили. И теперь... Ой-ой-ой, нашибся. Он зря прожал обилку. Теперь спокойно я ставлю повозку. И золотой рыцарь ему вообще никакой пользы, по сути, не приносит. Сейчас будет пека. Нет, не пека. Эх. Пека пламенный. Ну вот, друзья, все равно можете оценить подбор, да? Давайте катить пламенного на правую сторону. Сами ставим голема. И двойной эликсир начался. Это значит, что мы теперь можем пробовать. Полностью игнорирую феникса по правой стороне. Ну, одна мышка туда пойдет. Чисто так яичко доклевать. Вернее, помереть от взрыва феникса получается. Электродракон необходим. И готовим молнию против мага. Молнию мага и пеку. Отлично. Подрывник эволюционный появляется. И... Давайте сюда повозку тоже накинем. Торнадо спасаем электродракона. Забираем вышку спокойненько. Ну и все. Вот так вот примерно После того, как потерпели Собираем вышки Уничтожаем, разваливаем соперников. Но для этого, друзья, с самого начала Надо играть очень защитно. Стараться получить преимущество по эликсиру. Ну и только на двойном уже идти ломать лица. Такая особенность игры големами. Такие пять лучших колод, Которые по факту Все равно уступают огромному количеству колод других. С другими винкондишенами Все потому, что големами играть в боль. Повторюсь еще раз. Ну а теперь, друзья, казино рояль. Открываем призы-сюрпризы И смотрим, что из них выпадет. Для начала дневные, ежедневные. Так. Нет, три звездочки. Мне здесь нужна книга книг Для того, чтобы улучшить Гоблинштейна. Но если будет просто Гоблинштейн какой-нибудь Выпадать, то я тоже не расстроюсь. Или универсальные чемпионские Джокеры Тоже будет неплохо. Погнали. Итак, две, три звезды. Гоблинштейн, давай. Нет, мортира, которая мне вообще здесь не нужна. Одна звезда, понятно. Вот, с двухзвездочной начинаем. Три, четыре, давай. Эх. Очень давно мне не падали, кстати, пятизвездочные боксы. Так. Нет. Тоже три звезды. Три звезды максимум уже. Это все, что вы можете мне дать? Вы серьезно? Верните тогда. Верните пас рояль предыдущий. Там хотя бы золото нормально насыпали. А здесь что-то как-то... О! О! Вот это я понимаю. Давай пять звезд. И все, и расходимся. Я дальше, даже, даже не буду дальше открывать. Нет, зараза. Ну, гоблинштейнов восемь штучек. Ну, такое разочарование. Вроде четыре звезды, да, друзья? Вроде светится как легендарный бокс. А внутри какашка. Ну, вообще ужас. Уже даже просто дизмораль словил от этого бокса четырехзвездочного. Ну, давай. Три. Вообще, вообще все мимо. Просто. Почти весь пас рояль за сезон сейчас открываем. Вот эти, ну, во всяком случае, боксы эти счастливые. Все, что набил за целый сезон. И просто мусор падает, друзья. У вас так же? Если у вас так же, то пишите в комментариях. А если не так же, то хвастайтесь в комментариях. Но, знаете, что такие, как я, завистливые, которым выпало говно из всех боксов, могут зайти и сказать, ах, ты везучий гад. Ничего себе, а почему это тебе так везет? А может быть ты с Суперсел там, а? Договорился. Так что, да. Будьте готовы. Так, ну че, мне так и ничего хорошего не выпадет? Ну, слушайте, ну это прям вообще разочаровывает. Весь сезон копил. Ну, крутяк че. Хороший вы сделали по строяль, ребятки. Да, классно вообще. Так и думал, что нас обманут в итоге. Одна-две звезды, одна-две звезды, три максимум. Ну, хорошо, хоть этот, хоть украшение. Ну, понятно. Напоследок, одна звезда мажорная с семью валькириями. Ну и, собственно, все, что надо знать об новых этих призах-сюрпризах. Я окончательно в них разочаровался. С самого-то начала они хитрецы навалили вот эти акции, в которых была куча трехзвездочных этих боксов. И, конечно же, там из них выпадало много чего крутого. А потом, вот, вот она реальность. Вот она реальность, из которой не падает ни-че-го. Я бы сказал через хава это слово, но нет. Ни-че-го именно. Так что все, друзья. Такие дела. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова